Вызвали кросс-гвардию, прапорщикам, щупок. Здравствуйте. Здравствуйте. А в связи с чем прибыли? Тревожную кнопку нажали. Здравствуйте. Мы без QR-кода, которые не показали. Мы без QR-кода делаем на вынос. Я понял, но вы поймите тоже прекрасно, что они имеют право не показывать QR-код. Согласно Конституции, подождите, согласно Конституции Российской Федерации, праве передержания человека может ограничить только федеральный закон, а не постановление кабинетов. А почему мы об этом тогда не знаем? Почему нам говорят, спрашивают QR-код? У вас сводят заблуждение. Есть QR-код, да. Я понимаю, есть такое постановление, которое кабинет администрации... Оно еще не подписано, я вот вам только что показывал. Просто видите, нам говорят одно. Вы должны руководствоваться только законом. Прежде всего Конституцию Российской Федерации, я же вам только сейчас объяснил, праве передвижения ограничить только человека, может федеральный закон. То есть получается, вот сейчас с этого момента я опускаю всех. Так получается. Не понял еще раз. С этого момента я опускаю всех. Есть у него QR-код, нет у него QR-код. Нет, это ваше решение. Я же приезжаю сюда по тревожной кнопке, выясняю причину. Мне сказали вызвать вас, сказали, вы все знаете, что без QR-кодов мы не обслуживаем. Я вот вам сейчас объясняю, это я приехал по вашей тревожной кнопке, которую вы нажали. Административного правонарушения, предпосудительных уголовных действий здесь я не вижу. Вот на данный момент... Все, хорошо, я своему руководству передам. Я вам сейчас донесу... К нам претензии есть какие-нибудь? К вам нет, спасибо. Так, Эльвира, я вам сейчас объясню. Требования QR-кодов это незаконно. Вы можете только... Рекомендательный характер. То есть вы можете только рекомендовать. Попросили, нету. Ограничивать вы при этом, не имеете права. Понимаете? Я вам хорошо. Благодарю. Будьте добры.